Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я хочу сказать и взять совет, что делать, если я чувствую себя никому не нужным. Мною особо никто не интересуется, всем на меня плевать, мне очень одиноко. Ну, во-первых, надо здесь отметить, что психологи не дают советов, это первое. Второе, если нужно отметить, это то, что вы обобщаете, потому что, ну, что значит, никому, никто, всем. То есть это обобщение идёт, в данном случае, и, по сути, проведение людей под одну гребёнку. Вот, это ошибка, потому что люди не подходят под одну гребёнку, все люди разные, и относятся к вам люди тоже по-разному. Другое дело, что вы сами, сами вы уже, вероятно, видите даже в тех людях, которые вас не обесценивают, обесценивают. Вот, и вы, вероятно, уже как-то и не замечаете даже того, что в целом к вам могут относиться, ну, неплохо, тепло, хорошо и так далее. То есть это же ещё нужно принять, а поскольку вам одиноко, вы себя не принимаете, это значит, и вам сложно принять какую-то позитивную, ну, какую-то позитивную интенцию от человека. Вот. Ну, просто, вот это довольно легко проверить. Представьте себе, допустим, как вы отреагируете, если я скажу, что вы прекрасны, что с вами всё в порядке, что вы замечательны, то вы большая молодец, что обратились сюда, задали этот вопрос, как вы к этому отнесётесь. Я уверен, что отнесётесь вы к этому с неловкостью, стеснением, вот, вам будет как-то вот не по себе. То есть принять какую-то позитивную историю от другого человека, это не так-то просто, как кажется, на самом деле. Поэтому в данном случае речь идёт именно об этом. Что происходит ещё? Ещё происходит то, что помимо, помимо, помимо того, что вы себя обесцениваете, на мой взгляд, вы ещё и нивелируете, то есть игнорируете свои интересы какие-то, свои увлечения какие-то, свои взгляды какие-то. То есть всё это вы, на мой взгляд, нивелируете, то есть всё это вы обесцениваете, всё это вы, ну, ко всему этому вы относитесь, вот, ну, я бы сказал, ну, вот именно так вот, негативно, то есть вот такая какая-то здесь история. Как мне, ну, как мне видится, повторюсь, как мне кажется, вот, поэтому с этим, с этим, с этим, ну, с этим моментом, вот, как я думаю с этим моментом, нужно работать, вот, то есть чтобы вы как-то вот, что позволяли себе, значит, чем-то увлекаться, а вот, потому что сейчас, на мой взгляд, вы себе этого не позволяете. Сейчас, на мой взгляд, вы к себе относитесь всё так, что я ни на что не имею права, мне ничего, ничего не надо, я ничего не хочу, вот, и, соответственно, я, видимо, ну, возможно, 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 я ни на что не способен. То есть вот ещё такая вот, ну, такая позиция, ещё у вас, вероятно, тоже присутствует, ну, присутствует. Вот, соответственно, это необходимо корректировать. А, помимо этого, прямо сейчас, то, что у вас есть, это очень много боли. Боли, обиды, может быть, разочарования, негативы, злости на кого-то, вот. А, это точно есть. И наша задача заключается в том, чтобы помочь вам это прожить. Наша задача заключается в том, чтобы вас это не привозило. Наша задача заключается в том, чтобы вам это не мешало. чтобы вы в той или иной степени перестали бы с этим бороться, потому что сейчас вы натурально против этого пытаетесь что-то противопоставить, потому что у вас есть боль. То есть вы пытаетесь как-то сказать, показать, что не должно этой боли быть, что не должны вы её чувствовать, ну боль, я имею в виду, и так далее. К сожалению, к сожалению, хотя на самом деле, на самом деле, в этом нет ничего такого аномального, в этом нет ничего такого ужасного, в том, что у вас с собой есть боль из всех людей, просто вы с ней не привыкли обращаться, вы привыкли её загонять вглубь. Отсюда тоже одиночество может возникать, ведь я, получается, себе ничего не разрешаю, я ничего себе не разрешаю. Тоже очень такой важный и довольно-таки печальный, печальный, я бы сказал, аспект, вот, потому что, потому что тяжело живётся вам, ну, по-видимому, с таким подходом. Вот. Очень, очень непросто вам живётся с таким подходом. И вот наша задача заключается в том, чтобы помочь вам жить по-другому. Вот. Чтобы научить вас жить по-другому. Вот. Если вы, если вы, конечно, хотите этого, если вы, конечно, хотите меняться, вот, если вас это интересует. Опять же, я не знаю, в этом смысле, интересует вас это или нет. Вот. Ну, то, что вас интересует, я не знаю. Как-то так. Что вы в себе не принимаете, давайте вот мы с вами попробуем увидеть, да. Одиночество возникает из всего. В целом, вот. Вы говорите, что я чувствую себя никому не нужным. Вот. Вот. Из чего, как вы к этому приходите. Вот. И мне, из чего, как вы ощущаете, что вам одинаково? Вот. Поподробно об этом. Попробуйте рассказать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...